Разве был мазхаб во время пророка? А разве сподвижники придерживались мазхаба? Во времена пророка, алейхи саляту ассалям, мазхабом является школа Мухаммада. Пророк, алейхи саляту ассалям, сподвижникам сказал, что не совершайте намаз, пока вы не достигнете этого места. Ну что сделала группа сподвижников? Они разделились. Они разделились, да. То есть половина совершила, половина сказала, нет, не будем совершать. Смотрите, уже мазхаб. Общепризнанные это четыре мазхаба. Четыре мазхаба, то есть четыре школы, которые вывели свои понимания на основе Корана и Сунны. Люди думают, что, например, имам Абу Ханифа взял и сформировал от себя. Да, от себя он сказал, что теперь будет мой мазхаб, у меня есть несколько там учеников, это мой мазхаб. Вот так лид, он был даже во время пророка, алейхи саляту ассалям. Люди думают, что они просто вот с воздуха взяли, и это их мнение. Поэтому зачем следовать мазхабу, если есть Коран и Сунна? Неужели имам Абу Ханифа, имам Шафии, имам Ахмад, они что, истории Евангелия, что ли, берут? Они, наверное, будут говорить о том, что мы фанатеем, мы возвышаем, да, и так далее. Я отвечу этим людям, да. Есть за что. Приветствуем всех, ассаляму алейкум. Сегодня нам бы хотелось затронуть одну из важнейших и актуальных тем, это мазхабы. Рядом со мной Алиакбар Хазрат Джафаров, преподаватель Московского Исламского колледжа и руководитель Центра Корана при Культурном Центре Дар. Ассаляму алейкум, азрат. Алиакум ассалям. Всего бы хотелось начать. Тема мазхабы, и поэтому хотелось вас спросить, что такое мазхаб, значение этого термина, и как образовались и формировались мазхабы, и кем были первые ученые мазхабы? Ассаляму алейкум, арахматуллах, а баракятуху, еще раз. Ну, что хочется сказать, мазхаб, именно в терминологии, если вот брать, в обиходе, то, что используется слово мазхаб, мазхаб означает «школа». Относительно того, как формировались мазхабы, хотелось бы, конечно, чуть-чуть перемотать назад, углубиться, и, возможно, в этом вопросе также выходят некоторые второстепенные вопросы. Например, среди молодежи есть такие вопросы, как «разве был мазхаб во время пророка?» «Разве сподвижники придерживались мазхабы?» и так далее. Поэтому хотелось бы чуть-чуть сначала начать. Мы знаем о том, что у нас религия ислама, арахмду лилля, и эту религию нам разъясняет пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. И после пророка, в период его жизни, есть сподвижники, которые последовали за пророком, алейхиссалату вассалям. То есть во времена пророка, алейхиссалату вассалям, мазхабом является школа Мухаммада, саллиллаху алейхиссалям. То есть это есть мазхаб. То есть если не досконально понимать, а условно, то есть от кого брали сподвижники пример, от кого они брали знания, от пророка, саллиллаху алейхиссалям. То есть есть мазхаб Мухаммада Мустафы, саллиллаху алейхиссалям. Его учение – это ислам. Это ислам в самой своей основе. Поэтому чуть-чуть задавать вопрос, на каком мазхабе были сподвижники, неправильно. Потому что мазхабы, они сами по себе сформировались позже. То есть во времена пророка, алейхиссаляту вассалям, еще раз повторяю, мазхаб сподвижников был это то, что был Мухаммад, саллиллаху алейхиссалям, как пророк. Поэтому из-за того, что формировались мазхабы позже, этот вопрос неправильный в корне. Какому мазхабу следовались сподвижники? Если брать самих сподвижников, дело в том, что пророк, алейхиссаляту вассалям, например, разъяснял какую-то ситуацию. Вот если возьмем элементарно относительно асра намазов Бану Кураиза, где пророк, алейхиссаляту вассалям сподвижникам сказал, что не совершайте намаз, пока вы не достигнете этого места. Ну что сделала группа сподвижников? Они разделились. Они разделились, да. То есть половина совершила, половина сказала, нет, не будем совершать. Смотрите, уже мазхаб. То есть что такое мазхаб? Мнение, школа, да, вот именно людей, которые вот разделились. Вот получается на тот момент, если условно, да, просто, я утрирую просто, два мазхаба было. Вот в той ситуации, когда они разделились на два мнения, это были мазхабы, как будто бы. Все. Кто-то из нас, если бы был бы в то время, мог бы выбрать мазхаб этих сподвижников, а кто-то мог бы выбрать тех сподвижников. И какой бы он ни выбрал, он, да, мы были бы правы. Потому что они же сподвижники пророка, да, они лучшие ученики пророка, алейхи саляту вассалям, и за каким бы учеником мы бы не последовали, мы бы пошли бы правильным путем. Поэтому немного является, вот как я упомянул ранее, неправильным говорить, а на каком мазхабе были пророки. Потому что мазхабы, они сформировались позже. Позже, после сподвижников, да, как говорится, пришли табиины, табиины. И среди табиинов, отвечая на ваш вопрос, кто были эти ученые, ученые сказали о том, что Абу Ханифа, имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, имам Ахмад. То есть ученые сказали, что имам Абу Ханифа, имам Малик, рахим ухамулах, они больше именно табиины, то есть те, которые видели сподвижников. А имам Шафи и имам Ахмад, рахим ухамулах, они отбал табиины, то есть они последователи табиинов, но они не видели сподвижников. Они сподвижников не видели. На сегодняшний день, на сегодняшний день, и уже очень давно, общепризнанные это 4 масхаба. 4 масхаба, то есть 4 школы, которые вывели свои понимания на основе Корана и Сунны. То есть, например, если мы возьмем хадис пророка Алейни Саляту Васалям относительно того, портит ли кровь выход крови омовения, или не портит. Например, аминь в намазе. Громко, тихо, и так далее. То есть, эти масхабы были сформированы, но относительно сформированности хотелось бы сказать пару слов. Люди думают, что, например, имам Абу Ханифа взял и сформировал. От себя. Да, от себя он сказал, что теперь будет мой масхаб, у меня есть несколько учеников, это мой масхаб. Нет, на самом деле, на самом деле, люди шли за учеными людьми. То есть, всегда вот, например, мы работаем, да, там, имамами, хазратами, да, и тому, не знающий приходит к знающему, чтобы спросить что-то. Например, откуда это вытекает? Из Священного Курана Аллах Всевышний говорит, ас-салава ину виллях, спроси людей, знаешь, что есть, и ты не знаешь. Я вам так скажу. Еще есть такое понятие, как таклит, следование. Да? Почему вот на сегодняшний день мы должны следовать масхабам? Вот таклит, он был даже во время пророка, алейхи саляту вассалям. Пророк, алейхи саляту вассалям, он сказал такие слова. После меня следуйте Абубакру и Умару. Да. А сколько есть положений религии, где Абубакр так думает, а Умар так думает? Два сподвижника, да, величайших сподвижника, два человека, которые обрадованы Ираем еще при жизни, два человека, которые являются халифом друг за другом, но у них были разные мнения. Интересно. То есть, это что означает? Это означает, что у человека, да, у ученого может быть разное мнение. То есть, ты хочешь, если тебе близко вот это мнение, ты выбираешь это мнение, если тебе не близко, да, это мнение, то есть, другое мнение близко, выбираешь другое мнение. Но за каким бы ты сподвижником не последовал, то есть, это Абубакр и Умар. Все они истинные. Все они истинные, да, то есть, правильные, то есть, хочешь следуй за Абубакром, если тебе это близко, хочешь следуй за Умаром. Но пойми, что это все второстепенные вопросы. В первостепенных вопросах, да, Они равны, одинаковы их мнение. Поэтому относительно ученых-мазхавов, то есть это не просто они взяли и сформировали это. Имама Буханифа начал изучать Коран и Сунна. То есть, исходя из Корана и Сунны, он начал объяснять людям вопросы. Например, возьмем вопрос, выход крови портит омоление по ханафийскому мазхаву. Что не скажешь про шафиитский мазхав? Не портит. Вот в шафиитском мазхаве вышла кровь не портит омоление, а в ханафийском портит. То есть, из чего исходят эти ученые? То есть, люди думают, что имама Буханифа так посчитал, а имам Шафи так посчитал. Нет, любое их положение, любое их положение, положение фикха, истекает из Корана и Сунны. То есть, у них есть довод. Конечно, есть довод. То есть, люди думают, что они просто с воздуха взяли, и это их мнение. Поэтому зачем следовать мазхаву, если есть Коран и Сунна? Нет, дорогой мой брат, дорогая моя сестра, они именно на Коране и Сунне. То есть, они выводят оттуда эти фетвы и так далее. То есть, когда очень часто люди говорят о том, что зачем мазхавы, если есть Коран и Сунна? Ну, хочется сказать, Субханал, неужели имам Абу Ханифа, имам Шафи, имам Ахмад, они что, истории Евангелия, что ли, берут? То есть, они, как один пример приводит, один ученый говорит о том, что одна женщина, она пришла к имаму. Она пришла к имаму и говорит, задает свой вопрос, и имам говорит, тебе ответить из Корана и Сунны? Или то, что сказал имам Абу Ханифа? И женщина говорит, то, что сказал имам Абу Ханифа. И имам удивляется, он говорит, а как-то? Вот же, Коран и Сунна есть. И она отвечает здесь очень мудро. Мне нужно понять ответ на свой вопрос, как именно понял имам Абу Ханифа из Корана и Сунны. Мне не нужен ответ из Корана и Сунны. То есть, я не готова понять до конца, что имел в виду Всевышний Аллах или что имел в виду посланник Аллаха. Я не смогу понять полноценно. Поэтому дай мне мнение имаму Абу Ханифу, который понял это полноценно. То есть, лучше меня понял. Поэтому, когда мы говорим, что мы следуем мазхабам, и насколько важно следовать мазхабу, мы имеем в виду, что мы, как люди, да? Просто люди. Да, просто люди. Мы же не ученые. Мы же не ученые. То есть, мы должны взять мнение ученого, тем самым мы принимаем аят Священного Корана. Спроси людей знающих. То есть, мы сами уже следуем Корану. Да, то есть, понимаете, как спроси людей знающих, это означает, что ты не знающий. Надо спросить у знающего. А знающий кто? Имам Абу Ханифа. Кто знающий? Имам Малиф, имам Шафи, имам Ахмад. То есть, это самые знающие люди после сподвижников. Когда говорят, на каком были мазхабе сподвижники, это неправильно. Они брали не у этих ученых, которые сформировались позже. Они брали у пророка. Поэтому это в корне вопрос неправильный. А что касается теперь мазхаба, этих ученых. Имам Абу Ханифа, рахим Ахмад, говорится о том, что он самый знающий человек в мире, самый знающий человек после сподвижников. То есть, этот ученый, что относительно него другие великие ученые высказались. Например, что сказал Абдулла Ибн Мубарак? Если вот те, которые смотрят этот подкаст, так скажем, если вот они смотрят, они, если хоть какую-то часть знаний получают, изучают, они должны знать, что такое Абдулла Ибн Мубарак. Абдулла Ибн Мубарак является одним из величайших табиинов. Абдулла Ибн Мубарак, который сказал, когда я увиделся с имамом Абу Ханифой, он величайший табиин Абдулла Ибн Мубарак. Те, кто, еще раз говорю, изучают, они знают это имя. Абдулла Ибн Мубарак говорит, что я когда увиделся с имамом Абу Ханифой, я поклялся Всевышним Аллахом, что я месяц не буду передавать хадисы. То есть, есть более знающий человек, чем я. Кто я такой, чтобы открывать свой рот? И это говорит Абдулла Ибн Мубарак. Ну, представляете? То есть, тогда кто такой имам Абу Ханифа? Вот те, которые смотрят, которые против, может быть, Масхаму, они, наверное, будут говорить о том, что мы фанатеем, мы возвышаем и так далее. Я отвечу этим людям, да. Есть за что. Субханалла, есть за что. У этого человека, ну что сказал, например, возьмем имама Малика. Имам Малик, Рахимухулла, имам Уль-Харамей называют. Имам Микки и Медины. Люди во времена имама Малика, Рахимухулла, они говорили о том, что фетву никто не имеет давать, пока имам Малик жив. Вот смотрите, объясняю простым примером. Вот смотрите, сколько у нас есть республик, например, из Средней Азии и так далее. У каждого есть свой муфтий. Когда выдается фетво, когда выдается фетво, выдается фетво вот в этой местности, правильно? Вот в этой республике, да? Регионе, стране и так далее. У каждого есть свой муфтий, правильно? Здесь может выдаться фетво, и абсолютно без разницы, что там в Киркезе говорят об этом. В Узбекистане может выдаться фетво, абсолютно без разницы, что говорят в Туркменистане. То есть они все обособленно живут, отдельно. И у каждого есть своя фетва, правильно? Муфтии же, например, к Киргизии не обращаются к муфтию России. Муфтия России не обращается же к муфтию Узбекистана и так далее. Есть свои муфтияты, в которых выдается фетва, правильно? Правильно, да. У них свои условия, то есть условия жизни отличаются. Отличаются, да. Но теперь смотрите, во времена Имама Малика, чему я это говорю? Во времена Имама Малика тоже же условия же отличались же, правильно? Но во всех местах, где были ученые, они сказали, пока Малик жив, никто не дает фетву. Это представляете, то, что вот несколько стран, но в какой-то стране есть очень великий ученый, очень большой ученый, с которым он относится с уважением из-за его знаний в первую очередь, что никто не смеет выдавать фетву, потому что там есть большой ученый. Имаму Малику, да, относительно Имама Малика сказали, никто не имеет права выдавать фетву, пока Имам Малик жив. То есть, если даже фетва уже была готова, они отправлялись к Имаму Малику, они его показывали, и только потом, когда Имам Малик одобрит, они выдавали эту фетву. И теперь Имам Малик говорит, что если бы Имам Абу Ханифа захотел бы вам доказать, что этот столб из золота, он бы вам доказал это. Если бы он сказал, что он из золота, он бы вам доказал, что он из золота. То есть, здесь в переносном значении надо понимать эти слова, что у него доводы были очень мощные. Что если он из золота, он бы доказал вам, что он из золота. То есть, да, это слова Имама Малика. Это я просто относительно, со слов ученых, даю только некоторые моменты. Имам Шафии, например, говорит, вот пару слов про Имама Шафии, Рахим Кулакова. Имам Шафии, кстати, он из курайшитов. Его мама, его мама, она вот восходит в курайшитов. Он единственный из четырех маславов, которые у него корень курайшитов идет. Кровь курайшитская, так скажем, да. Имам Шафии 8 лет выучил Коран наизусть. Но люди, вот, они чуть-чуть не догоняют, как он выучил. В каком смысле? Сейчас же есть пятилетний тоже, который выучит. Но есть же разные этапы заучивания Корана. Имам Шафии был из категории тех имамов, хафизов, которые не касались Корана. То есть, они слушали. Они выучили, они выучили. Все это в голове осталось, они не трогали Коран уже. Имам Шафии мог трогать Коран и повторять, повторять, просто чтобы повторить. Но, вот, есть же, например, хафизы, да, разного уровня, да, которым там, ты ему говоришь, там, почитай что-нибудь, да, он там сразу тебе читает. А там скажешь, а можешь, пожалуйста, вот это место. И он, например, говорит, ну, мне чуть-чуть надо повторить это место. Но имам Шафии, имам Шафии, рахимухуллах, он выучил просто в идеальном состоянии. То есть, он не прибегал к Корану, как к мусхофу. Это в 8 лет. В 10 лет, в 10 лет он выучил муватту имама Малика, в которой, да, 3000, да, с чем-то хадисов. Муватту, он пришел, постучался к имаму Малику в 10-летнем возрасте и сказал, я знаю твою книгу на Иисусе. Имам Малика была дочерью, рахимухуллах, которая тоже знала его книгу. И она сидела за ширмой и проверяла. И если он ошибся бы, она постучала бы. Говорится о том, что имам Шафии зашел, он сказал имам Малику, меня мама отправила к себе. В 10-летнем, да. Да, в медине это было. И из этого истекает, что, кстати, имам Шафии был учеником имама Малика. И он заходит к нему, садится и говорит о том, что он вышел от него, ни разу его дочь не постучала, он ни одной ошибки не сделал. В 10 лет, Субханала, мы не можем 40 хадисов имама Наваги за свои 30-40 лет выучить. А потом еще повторить надо. А там 2000-3000 с чем-то хадисов, в 10-летнем возрасте зашел, текст, цепочка хадиса, разъяснение хадиса и вышел. И ни разу его дочка не постучала. И имам Малик, да, когда он, имам Шафии выходил от него, имам Малик погладил его по голове и сказал, что, ну, двигайся в этом же направлении, и иншаллах ты достигнешь большого успеха. И он написал письмо, так же говорится, что его матери, да, чтобы она очень много работала над ним, над имамом Шафии. Поэтому имам Шафии таким стал. А в 13 лет, в 10 лет он ему вакту выучил. В 13 лет имам Шафии сидел в мечети и давал фетвы. 13-летний ребёнок. У нас сегодня 13-летний, да, такое обращение, раз мы затронули. Аниме смотрят. У них кумиры, там человек по-руб, да, Бэтмен, еще что-то. Это, субханалла, ну, упадок умма, упадок умма. А почему? Это не просто только, да, дети виноваты, это родители виноваты. И мама Малико, когда мама одевала, она отправляла его на учёбу, да, она говорила, идёшь к своему учителю, но сначала тебе надо адап взять у него. Ахляк, нравственность. А только потом знание бери. Сегодня сколько матерей, провожая своих детей, таким вещам обучают? Сколько? Ну, просто надо задуматься, да, те матеря, те родители, которые меня слушают, да, пусть это отцы будут. Сколько матерей, сколько отцов, родителей, да, они беспокоятся об этом. Абдуллай Банумбара, который мы упомянули ранее, да, он говорил такие слова. Поистине мы нуждаемся чуть-чуть в вода, нежели в знаниях. Насколько адапт, насколько ахляк, да, важно в знаниях. Потому что если у человека не будет, Аллах возьмёт у него это. Имам Шафии, Радима Кулла, в 13 лет, в 13 лет, возвращаясь к нашей теме, он сидел в мечети и давал фетвы. 13-летний ребёнок, это подросток, да, уже, в 13 лет, но он давал фетвы. Причём, он знал Коран не просто наизусть, он знал такую науку, как Ас-Бабу-Нузуль, причина неспасания каждого аята. И если бы ты к имаму Шафии, в его 13 лет, подошёл бы и сказал, а откуда этот аят, в какое время, при какой ситуации он был неспособом, пророку, саллиллаху, ва саллиллаху, он бы мог тебе полностью разжевать, когда это не спасалось, какое слово, когда не спасалось, аят и так далее. И дальше уже целиком сура, в 13 лет. А дальше-то он жил, 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 сформировался масхаб имама Шафии. То есть, что означает сформировался масхаб? Люди сказали, я, когда я говорю, я Шафии, что означает? Я думаю, как имам Шафии. Это не означает, что я Коран и Сунну в сторону отложил, да, это неправильное понимание. Потому что братья пишут, ну, Субхан, это всё от незнания. Когда братья пишут, Коран и Сунну оставили, за имама Шафии пошли. А имам Шафии за Туры и Евангелия, что ли, пошёл? Я не понимаю этого. Я не понимаю этого. То есть, это в первую очередь неуважение к учёным. А что сказал пророк, саллиллаху, ва саллиллаху, али улямаха ва расул анбия? Учёные – наследники пророков. Они наследуют от них знания. То есть, пророк, саллиллаху, ва саллиллаху, тем вот аклидам, которые мы затронули. Что говорит посланник Аллаха? Я оставляю вам Абубакра и Умара. Абубакра и Умара. То есть, чтобы они сказали, они правы. Насколько он их обучил. А дальше-то продолжается всё. У Абубакра и Умара их видели, например, табиины. Они брали от них знания. И так далее, и так далее, по цепочке. Наша религия – это цепочка. Аллах Всевышний, Субхан Ахава Талли, передаёт знания. Кому? Джибрилю, алейки саллиллаху. Джибрилль кому? Пророку. Пророк кому? Сподвижников. Сподвижники табиином. Табиина, Адбал у табиином. И вот так вот, так вот, так вот это идёт. У нас не может быть без цепочки. Например, появляется человек, который говорит, зачем вы за имамом Шатии следуете? Вообще, зачем следовать за Масхабу? Хорошо, брат, ему задаёшь вопрос. Хорошо, ты же говоришь, не надо следовать. Коран и Сунна. Хорошо, из Корана ему вопрос задаёшь, из Сунна ему вопрос задаёшь, из Хадисов. Смотришь, он телефон достал. Брат, а что ты делаешь? Я сейчас посмотрю, что сказали учёные. Хорошо, но я же до этого пять минут назад тебе сказал, что сказал имам Шатии. Нет, говорит, надо посмотреть. Хорошо, брат мой, а кого ты смотришь? Я сейчас посмотрю, что сказал Мухаммад имен Адбул-Ахад. Ну... Что? Это противоречие же. Это противоречие. Ты же сказал о том, что Коран и Сунна. Хорошо, дай мне из Корана и Сунны ответ. Зачем ты лезешь в интернет? Получается, что ты противоречишь самому себе. Ты меня обвиняешь в том, что я смотрю за мнениями имамы Шатии, но сам лезешь в интернет. Это означает, к чему мы приходим? Мы не можем, исходя из Корана и Сунны, заключать какое-то вот мнение. Самостоятельно. Самостоятельно. Не можем этого сделать. И я сейчас продолжу про имама Шатии и приду к этой теме. Имам Шатии, родим Адбул-Ахад, говорит про имама Абу-Ханифу. Про имама Абу-Ханифу. Когда вот мы сказали, что у нас баба Музуль каждого аята знал. В 13 лет выдавал фетву, да, и так далее. 13-летний муфтий. Муфтий Шатия. Представить невозможно. Да невозможно представить. Муфтий. Муфтий, знаете, что означает? Который имеет право выдавать фетву. Который может выдавать фетву. И ты видишь, как 13-летний подросток сидит и выдает фетву. А люди там тысячами приходили к нему. Потому что Аллах ему открыл. Он знал Коран. Он знал Асбабу-Нузуль причину неспасания каждого аята. Он знал Тафсир. Священного Курана. Он знал хадисы. И он знал фикх. Поэтому люди приходили. И теперь смотрите. При всем, да, вот, то, что мы перечислили. Имам Шахи, имам Абу-Ханифа говорит. Люди подобны детям. Фикхе. Перед имамом Абу-Ханифа. Хорошо, тогда какой был имам Абу-Ханифа? Вот когда говорят, но сам имам Шахи сказал такие слова. Люди подобны детям в фикхе по сравнению с имамом Абу-Ханифа. А дальше что говорит имам Ахмад? Имам Ахмад, рахима куллах, он уже был учеником имама Шахи. Шахи ученик имама Малика, имам Ахмад ученик имама Шахи. Имам Ахмад ибн Хамба знал один миллион хадисов наизу. Причем, люди до конца не понимают, когда там говорят, что надо за Ахмадом следовать. Он лучше понял Коран и Сунду, они не понимают всю суть того, что он знал. Один миллион хадисов, он был хайфизом, все то же самое, как у имама Шахи. Один миллион хадисов наизу. Причем, как он знал? Не просто текст. Он знал цепочку передатчиков, кто является передатчиком в этом хадисе. Он знал, какой хадис достоверный, какой хадис слабый, какой хадис вымышленный, который придумали, и кто является один миллион хадисов наизу. Пусть вот там есть, наверное, математики. Пусть считают. По пять человек в цепочке, если взять, сколько людей получается? Он всех их знал. Он всех этих людей знал. Сегодня один этот хадис даешь, из-за мамы на вами, человеку растолковать. Он, а, б, а, что случилось, брат мой? Да еще не то, чтобы цепочку, да, именно? Да он... Содержание именно... Он содержание понять не может. Он перечитывает его несколько раз. Арабский язык там, где-то у него летает, да, там и так далее. У нас один случай был в этом, на Умре. Один брат начал говорить, только Коран и Сунна, только это, вы что делаете? Арабский язык. Затронул. И наш руководитель что сделал? Он взял относительно его вопроса, его же учеными, опроверг его. Его же учеными. То есть он сам противоречил? Самому себе. Самому себе. И здесь такой момент, такой очень смешной был. И он говорит, братья, только Коран и Сунна. Любому вы... Да, вы... Этот вызов кидаю и так далее. Давайте, кто хочет. Ему кидают видео на арабском языке, двухминутное. И он говорит, братья, переведите, кто-нибудь. Куда ты лезешь, брат мой? Ну, ты куда лезешь? Вот, ну, просто, да. Это, понимаете? Вот, относительно того, что имам Ахмад знал, да, столько. Эти великие четыре ученых, да, четыре величайших ученых. У имама Ахмада однажды спросили, вот, чтобы стать мучтателем. Кто такой мучтателем? Вот эти четыре ученые, они мучтахиды. Кто такой мучтахид? Мучтахид – это тот, кто, если ты ему дашь Коран, и хадис пророка, сырой, вот, голый текст, никакого разъяснения и так далее, он может на основе Корана, аята и хадиса выдать тебе верфу. Это мучтахид. То есть они достигли уровня, да? Они достигли этого уровня. Но, чтобы достичь этого уровня, перечисляю. Коран наизусть. В идеальном виде просто. Повторить, не повторить – нет. Это все уже. Давай, салам алейкум. Он когда повторишь, тогда придешь, да? В идеальном виде. То есть все, он в повторе не нуждается. Он знает Коран, как разговаривает, как может разговаривать. У него также и аяты выходят. С любого места. Хивз, да? Относительно Корана. Понимание Корана. Тафсир. Ас-бабу-ну-зуль – причина неспасания каждого аята. Когда, при какой ситуации и так далее. В науке Тафсир. В науке Тафсир. 17 наук есть, которые он должен знать. В толковании Корана есть 17 наук, которые он должен знать. Хадисы пророка, алейки саляту вассалям. И здесь имама Ахмада спросили. О, имам, чтобы быть мучтахидом. То есть самому выносить. Самому понимать, как я понимаю. Как быть? То есть сколько хадисов я должен знать? И он задает имаму Ахмаду вопрос. Рахиму Гулла. 300 тысяч. Нормально? Нет. Имам Ахмад говорит – нет. 400 тысяч. Говорит – нет. Имам Ахмад говорит – 500 тысяч имам. И он вот так показал. Может быть. Может быть сойдет. 500 тысяч может. Вы понимаете, что такое 500 тысяч хадисов? Представить невозможно. Это невозможно представить. 500 тысяч хадисов. Где ли там здесь знаем, допустим. И то без цепочки. Что без цепочки. Без изнады и без толкования. Без толкования. Просто образно, да. Пророк Алинисаляту вассалям сказал. Ешьте и берите правой рукой. Поистине левая есть шайтан. Мы знаем только буквально текст. Все. Когда это пришло? Зачем пророк? При какой ситуации это сказал? Кто в цепочке этого хадиса? Никого не знаю. Но мы ведем себя как мучтатели. Ведем себя однако как мучтатели. Один хадис. Со всеми его полноценностью мы не знаем. Когда имаму Ахмаду сказали 500 тысяч, он показал сойдет. Причем, что вот недавно мы записали рилс относительно имаму Аль-Бухари. Относительно имама Аль-Бухари. И мы сказали, да, риваят привели, что имам Аль-Бухари, который знал 600 тысяч хадисов наизусть, он здесь нужно понимать, что больше был именно мухадисом, чем факейхом, то есть чем человеком фикха. Никто не отрицает, насколько он мощно знал фикх, но он больше был мухадисом. И он в фикхе следовал шафийского мазхаба. Люди начали говорить, где довод, где этот... Дело в том, что то, что я сказал имаму Аль-Бухари, придерживался шафийского мазхаба, это не шариатский хук, чтобы я приводил довод. Это риваят, это просто передача. У него были предатели, да, по-моему. Да, это просто передача, что он, возможно, следовал шафийскую мазхабу. Где-то ученые говорят, что он следовал, то есть он брал мнение имама шафии в вопросах фикха. Кто-то начал писать, нет, он был ханафитом. Неважно, кем он был, ханафитом, шафиитом, маликитом, ханафитом, он был на мазхабе. Посыл, основной в чем? Люди начали спорить, он, нет, он был, неважно, он придерживался мазхаба. У ученых была такая тенденция за друг другом вообще следовать. У них была любовь друг к другу, у них было уважение друг к другу. Ни один ученый не встал бы и не сказал бы, да, у меня есть свой мазхаб. Да мне вообще не важно, кто там, какой там имам Абу Ханифа, что сказал. У людей неправильное представление. Имам Малик с уважением относился к имаму Абу Ханифе. Имам Шафи с уважением относился к имаму Малику. Имам Ахмад к имаму Шафи, это же их учителя, да? Ну, ученик как может к учителю таким образом относиться, когда Абдулла и Бумбара говорит о том, что мы нуждаемся в адабе. А их адаб был на самом высоком уровне. Поэтому, когда вот имаму Ахмаду сказали, так и он вот так вот показал, то есть, он сказал о том, что даже это мало. Другими словами, все равно это тоже мало, чтобы быть мучтахидом. На сегодняшний день нет мучтахидов. И не будет. Мучтахидов нет. Двери из сихады не закрыты. Еще можно какие-то фетвы выдавать и так далее. Фетва как выдается? Сейчас никто из Корана и Сунны прям вот так вот не вытаскивает. Нет, была какая-то фетва. На основе этой фетвы люди смотрят, подгоняют, что-то новенькое вышло, да, например, и тогда уже выдают фетву. Они не выдали что-то новое. Они на основе старого, изучив это, они это сделали. Потому что уже ученые все фетвы выдали. Из источников, из Корана и Сунны они уже это сделали. На сегодняшний день мучтахиды нет. Поэтому, когда говорят о том, что зачем следовать Масхабу? Потому что мы говорим о том, что если ты не будешь следовать, ты же говоришь Коран и Сунну, но ты не сможешь понять Коран и Сунну. Полноценно ты не сможешь понять. Возможно, ты какой-то аят поймешь. И то ты его слышал где-то. Потому что когда-то ученые возобрали это. Не умничай. Ты возьми просто один хадис и начни над ним работать. Ты не сможешь это сделать. Почему? Потому что у тебя нет этих условий, которым ты соответствуешь. Ты не хафиз Корана. Ты не знаешь, откуда был музуль. Ты не знаешь толкования Корана. И не знаешь 17 наук из толкования Корана. Ты не знаешь даже минимум 300 тысяч хадисов. О каком мучтахиде ты говоришь? Это еще вы перечислили там 4 вида изучения Корана. Да. Там еще больше. Еще больше там есть. Там еще больше. Одно даже вот хадисоведение, это просто. На сегодняшний день, я вам честно скажу, у нас нет сильного хадисоведа. Возможно, там в арабских странах, да, и так далее. На сегодняшний день, вот в нашем постпространстве, да, и так далее, у нас нет хадисоведа. Как фиг есть, фиг есть, там четко он знает ханафийские мазхабы, да, шафийские мазхабы и так далее. Но хадисов нет. Прям очень сильных, больших ученых у нас нет. То есть это показывает, насколько эта наука, она чуть-чуть тяжелая. Ее тяжело изучать. Поэтому, когда мы говорим о том, что брат мой, следуй за мазхаба, то есть возьми мнение этого ученого, который является общепризнанным и который лучше тебя понял Коран и Суна. И мы отсюда приходим к словам Всевышнего Аллаха. И мы приходим к словам Пророка. Поэтому человек, придерживающийся мазхаба, он не потеряется. Не придерживающийся потеряется. И, кстати, эта тенденция вышла недавно только. Не надо придерживаться мазхаба. Тысячелетиями. Нет, конечно. Тысячелетиями это всегда было. Элементарно я беру, например, таких больших людей. Например, хадис Пророка относительно, как прекрасен тот Амир и как прекрасно его войско, которое завоюет Константинополь. Кто завоевал Константинополь? Султан Мехмед Фатих. Кем был Султан Мехмед Фатих? Хайнафитов. Другой, выдающийся человек. Другой, Саляфад бин Аля-Юби. Что он сделал? Иерусалим захватил? Да, он завоевал. Да, он вернул это все. Завоевал Иерусалим. Вы понимаете, что это такое? Он был шафиитом. Сегодня выходит человек и говорит, нет, брат, коран и сунна. А, хорошо, тогда Султан Мехмед Фатих и Саляф Агдин Аля-Юби, такие величайшие полководцы, они были, значит, отборщивались. То есть они чуть-чуть не так пошли. Вот отсюда надо им сказать, наверное, за Мухаммада Абдуль-Вахабом надо было идти. Но они не понимают, это когда вот абсурдный вопрос задают, а сподвижники на каком Масхабе были? Это то же самое сказать, что надо было тогда за Абдуль-Вахабом следовать. Саляф Агдин Аля-Юби, тогда не было этого всего. То есть здесь мы видим, как большие ученые, большие ученые, имам Навави, Рахим Ухуллах, его книга, сады праведная, она самая тиражируемая книга после священного Корана. Он был шафиитом. Имам Навави был шафиитом. Сегодняшние люди, которые говорят без Масхаба и так далее, они просто не понимают, в каком глубоком заблуждении они находятся. Насколько это опасно. Хорошо, когда ты берешь, например, омовение, да? Каким образом ты берешь, да, и так далее? Это же все цепочка. Вот, например, возьмем образно. Аллах Всевышний в Коране говорит про намазы, правильно? Но разве Аллах Всевышний говорит, какие именно виды намазов есть? Нет, только некоторые. Какие виды есть? Название, не говори. Аллах Всевышний нам объясняет, каким образом надо совершать намаз в Коране? Нет. Аллах Всевышний что говорит? Выстаивайте молитву. А как ее выстаивать? Цепочка к кому идет? Пророк Алейхи Саляту Ассалям. То есть к судне. Судна является разъяснением Корана. Пророк Алейхи Саляту Ассалям объясняет нам, как выстаивать молитву. А дальше, дальше идут ученые, сподвижники с пророком, дальше уже идут ученые, которые берут хадис образно, относительно возьмем, например, Аминь. Громко или тихо. Одни говорят громко, другие тихо. Почему? Потому что есть хадисы относительно громкости, и когда человек шепотом это говорит. Имам Абуханифа взял хадис, что надо шепотом. Чтобы ты самого себя слышал, этого достаточно. А имам Шафи взял громко. Почему? Потому что вначале посланник Аллаха громко это говорил, а затем шепотом. Но пророк и так и так делал, имам Абуханифа взял это мнение, имам Шафи взял это мнение. Они оба правы. Потому что пророк и так делал, и так делал. Если бы имам Шафи, например, взял бы и сказал бы, надо громко, но это не исходит из хадисов. Это было бы неправильно. Отсюда мы идем к чему? Что все берется из Корана и Сунны. Ни одно мнение они просто от себя не взяли и не добавили туда. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы придерживаемся, мы придерживаемся их, потому что они лучше поняли Коран и Сунны. Они лучше поняли, руки надо держать под кулком или над кулком. Хочешь, держи под, хочешь, держи над. И это милость, о которой сказал, да, пророк Алини Салятова, это милость для моей Уммы, разное мнение. А отсюда мы приходим к какому вопросу? Якобы из-за того, что существует четыре масхаба, очень много разных мнений, что приводит к разногласиям. Разобщает. Разобщает Умму, да, и так далее. Это неправильное понимание. Потому что это все второстепенные вопросы. И имам Абуханифа, имам Шафи, разве говорят, что намаз не факт? Намаз факт. Выставить молитву надо. Обязательно. Да. Но второстепенно уже руки надо держать под кулком или над кулком. Хочешь, опущенными держи. Твой намаз действителен. Однако, имам Абуханифа берет этот хадис, имам Шафи берет этот хадис. Но они же хадисы берут. Они же не от себя это добавляют. Они ссылаются именно на сумму пророка Олега Салятова Салятова Салятова. Хочешь так делать, хочешь так делать. Мы отсюда приходим к милости, о которой сказал пророк. Четыре масаба, это как дорога из четырех полос. По какой бы полосе ты ни ехал, ты едешь по дороге. Однако есть бордюр. Вот псевдосанофиты, да, и так далее. Вот туда не надо. Те, которые отрицают. Да, то есть есть вероятность слететь полностью с дороги, есть вероятность слететь. Бордюр – это опасно. Тебя не оштрафовать могут. Ты можешь и, да, вероятность, что ты можешь попасть в аварию, да, потому что дальше уже не дорога идет. Понимаете? То есть, как будто бы вот есть место пропасти. Нет, тебе надо по дороге ехать. Машины же по дороге едут, ты едешь по дороге. Не надо по бордюру. Тебе, да, государство говорит, это штраф. Нет, четыре масаба общепризнанных есть, ты выходишь за рамки. Зачем ты выходишь? Ты мучтахед, что ли? Ну ладно бы ты был мучтахедом. И представляете, вот я относительно этого не договорил. Имам Ахмад – величайший ученый. Один миллион хадисов наизусть. Одного вот этого примера достаточно, чтобы он был великим ученым. Что он знал один миллион высказываний пророка. Что является достоверным, хорошим, слабым, отвергаемым и так далее. Вот мы с вами общаемся, а он общался хадисами. Представляете, вот просто человек общается хадисами. И имам Ахмад говорит о том, что он, будучи на смертном адре, у него было два больших ученика. Это ему сыновес, наверное. Один из них – это Абдулла. И когда Абдулла находился около имама Ахмада, своего отца, имам Ахмад, рахима Аллах, сказал, у Абдулла, дело в том, что Абдулла был мучтахедом. Он мог не следовать васхабу. Ахмад, своему сыну, Абдулла, говорит, я предостерегаю тебя, чтобы ты остался без учителя. Имам Абдулла, он сам учитель. Он сам учитель. Но имам Ахмад говорит, я предостерегаю тебя, Абдулла. Это что означает? Знанием нет предела. Абдулла – есть человек, который более знающий, чем ты. Не оставайся без учителя. Ибо, если ты останешься без учителя, твой учитель будет Шайтан. Шайтан будет твой учитель. То есть, ты заблудишься. Ни в коем случае без учителя нельзя оставаться. Поэтому мы взяли для себя вот этих больших учителей. Больших ученых, за которыми мы последуем, и мы не заблудимся. И когда люди, например, говорят, они могли ошибаться. Да. То есть, получается, ты не мог ошибиться, но они могли ошибаться. И мы говорим о том, что да, они могли ошибаться. Это, они же не пророки. Ну да. Но мы говорим о том, что они, то, что их ошибка, да, к чему, откуда эта ошибка возникает их, она возникает в изучении. Они изучают, 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 и потом, возможно, так, что они могут ошибиться. Ну, пусть приведут хотя бы один момент ошибки, где они ошиблись, где они противоречат Корану и Суньи. То, что они приводят, например, однажды я сидел в одной кафешке, и братья позвали, за другим столом тоже братья сидели. И один другому объясняют, да нет, ни в коем случае не надо там следовать и так далее. Да он мог ошибиться. И из нашего стола там один брат не сдержался и говорит, брат, то, что сказал имам Абу Ханифа, «Если мои слова будут противоречить Корану и Суньи, это отбросьте в сторону», он сказал не таким, как ты, который в чайхане сидят, чай пьют. Нет, он сказал ученым, которые будут изучать то, что сказал имам Абу Ханифа, и выйдут к чему? Ага, здесь в этом вопросе имам Абу Ханиф противоречит Корану и Суньи. И тогда имам Абу Ханифа говорит, возьмите мое мнение и бросите в стену. Не пользуйтесь этим. Это адресовано ученым. Брат в чайхане сидит, чай заказал. Братья, вы знаете, что имам Абу Ханифа сказал? Как будто бы он знает, он настраивает людей, то, что имам Абу Ханифа был против Корану и Суньи. Он от себя брал. И поэтому, если вдруг увидите, смотрите, это отбросьте. Да что он может увидеть? Он перед собой только пахлаву может видеть, и чай может видеть. То есть он буквально понял. Буквально. Это и даже не ему адресовано. Он джахи. Не знающий человек, который сидит в чайхане, имама Абу Ханифа обсуждали. Он мог ошибиться. Ну, Субханалла, когда язык поворачивается, такие вещи, да, сказать? Ну, ты-то сначала подумай своей головой. Имам чайхи, который в 13 лет выдавал фетву, он говорит, что люди подобны детям по сравнению с Абу Ханифой в фикхе. А ты сидишь в чайхане, он мог ошибиться. Это что такое просто? Ну, ни в какие грани это не лезет просто. Но зато псевдо-санатистские ученые это просто нечто. Как один брат мне в комментариях пишет, я там 5-10 лет ханафистскому масхабу следовал именно в этом вопросе. Но я, говорит, недавно послушал Халида Альфулейджа. Оказывается, я ошибся. А я ошибся. Ну, ты джахиль, брат мой. Когда было это мнение относительно ханафистского масхаба этого вопроса, и Фулейдж еще не родился, ты, о чем ты говоришь? И то, да. Ага, того мнения ученые ошиблись, объясняет этот вопрос. Сколько вы... Халит Альфулейдж тебе правильно объяснил. Причем, уже сколько людей следует этому мнению уже там столетиями и так далее. Оказывается, Фулейдж растолковал по-другому. Я не понимаю. Это я называю ученики Ютуба, у которых нету живых учителей. Да, вот просто они услышали, а вот его очень красиво сняли. Он очень так убедительно говорит. А потому что это же в книге написано, ханафистское мнение. Это ему не кажется убедительным, чем Халит Альфулейдж, который в Ютубе четко это расскажет. Нет, он что-то по-другому вот сказал. Вот что-то более убедительное, чем я прочитал ханафистском масабе или в шафиитском, в манихитском и так далее. Но это ни в какие грани не лезет. Как такое может быть? Поэтому, вот обсуждая, описывая этих ученых, мы приходим к тому, что это были очень большие люди. Это были очень большие люди, которые достигли очень высоких положений относительно Корана и Сумы. Они поняли в самом наилучшем виде. В самом наилучшем. стоит отметить, что между ними было уважение. Никакого там оскорбления, таких истеричных споров, можно сказать, да? Да, даже вот пример приводится о том, что имам Шафи и Рахима Кулла в его время, однажды имам Шафи и в его время был ученый, который также у них было разное мнение. Вот сегодня, да, вот в комментариях пишут, да, ты джахиль, ты кяфир, ты мунафик, да, и так далее. Ты передаешь знания, оказывается, ты кяфир. Ты передаешь знания, а когда ты мунафик, джахиль, да, и так далее. Когда человеку довод не приводишь, он думает, что ты из воздуха это взял, да, и так далее. Я, как это говорил на лекции, но я был бы рад, на самом деле, если бы у меня столько знаний было бы в голове. Но, я без книг никто, просто никто. И вам Шафи и Рахима Кулла относительно его времени, когда вот ученый был в его время, и они разошлись во мнениях. То есть, это к тому, что вот люди начинают там оскорблять, там мунафик, кяфир, да, и так далее. Передаешь людям знания, они так от тебя отзываются, да. Ну, все мы это делаем ради Всевышнего Аллаха, да, аджир только у Всевышнего. Имам Шафи подходит к этому ученому и говорит, ты же мой брат по вере. Даже если у нас разные мнения, мы же должны любить друг друга. Посмотрите на их отношения, на их адап. А сегодня просто разное мнение, ты мунафик. Брат мой, почему ты такие слова говоришь? Аббаса Николаша сказал, говори благою или молчи. Если я, ну, мое мнение тебе не нравится, выйди с канала, зайди на тот канал, который тебя устраивает и так далее. Но почему ты пишешь плохое? Зачем ты это делаешь? Вместо того, чтобы там зайти, спросить, да, и так далее. А как, да, откуда вы это взяли? Сразу, ну, нафиг. Сразу такое клеймо, ярлык и так далее. То есть, ну, как такое может быть? Примером является Имам Шафи, который подошел и сказал, мы разные в этих, да, в этом вопросе. У нас разные мнения, но мы же братья по вере. Аллах Всевышний что сказал в Коране? Иннаман Минунайхву. Поистине верующие братья. Имам Шафи показал это. Вот как они следовали Корану, как они следовали аятам. А сегодня, походу, их ученые учат тому, что если кто-то так сказал, скажи ему, скажи ему, не от тех мы берем адап, не от тех мы берем знания, которые вот таким образом говорят. Один записывает там видео на другого, например, там бывает, один другого орком называет. Субханова! Опровержение. Опровержение, там сериалы целые, да, и так далее. Но он же твой брат, поверь, вот элементарно даже, опять же, вот взять того же самого Имама Буханифу, да, вот смотрите, сколько хадисов у нас есть, да, ну, очень много. Вот Имама Аль-Бухари взять, Субханова, человек взял и систематизировал только достоверное. Тебе не надо думать, ты взял какой-то, тебе сказали какой-то хадис, да, и ты думаешь, он хороший, он достоверный, он слабый, а Имама Аль-Бухари всю свою жизнь посвятил тому, чтобы собрать, чтобы такой, как ты, и такой, как я, взяли, открыли, здесь только достоверное. Облегчил нам. Имама Буханифа первый, кто систематизировал хикр. Тоже упростил. Вот есть такой большой ученый, Имам Шурумбуляли, ханафитский ученый. Он говорит о том, что Аллах Всевышний, Астаниду Билля, Аллах Всевышний говорит, Ва ма халякту льжинна вальгинса илля ли я обуду. Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Ибадат. Дальше Имам Шурумбуляли говорит о том, что соответственно, согласно этому аяту, на каждом лежит ответственность понять суть имана и столпы ислама, практики. А столпы ислама, столпов ислама пять. Один из них, что является намаз, как ибадат. Пост есть, закят есть, хачит. Все же касается фикха. Имам Абу Ханифа первый, кто взял и систематизировал фикх. Открываешь хадисы, касается только намаза. Открываешь голову поста, только хадиса постель. То есть, понимаете, все не в воздухе. В воздухе же очень много хадисов, да, это положение фикха. Но он первый, кто взял и для тебя такого, да, как ты, который не понимает, откуда чего сделал, систематизировал, чтобы ты книгу открыл. Ага, вот у меня пошла кровь. Мне надо брать ломовенью? Не надо. Ага, возьму, открою книгу, посмотрю, а, вот здесь вот надо брать. Глава, например, раздел очищения. Кто это сделал? Это сделали большие ученые. На сегодня, они, это знаете как, колесо уже изобретено. Сегодня, кто еще раз будет изобретать колесо? Не надо изобретать велосипед. Да, не надо этого. Оно уже изобретено. Уже есть уже. А сегодня человек, брат мой, любимый, сидит в чайхане и говорит, зачем, зачем надо следовать? Есть Коран и Сумник. После них еще другая категория появляется, что говорят, есть четыре массовые, они верят, они доверяют ученым четырех массов, но они говорят, что не зацикливайся именно на одном саде. То есть, бери от всех ученых и как бы сам, самостоятельно выноси решения. То есть, то же самое, что делает мудштаби. Вот. Но здесь такой момент есть. Лучше всего, лучше всего, то есть, мы разъясним так, да, есть четыре общепризнанных ученых, четыре массового, и, например, тот же самый Имам Абу Ханифа, да, он видел сподвижников, да, он брал от него знания, его учитель, да, Хаммат, он точно брал от него знания. То есть, здесь очень цепочка близка, да, пророку, алейки саляту, алейки саляту, то есть, здесь, например, школа Имама Абу Ханифа, здесь Имама Шафия, Малика, да, Имама Ахмада и так далее. Но положение, положение иногда отличается очень сильно. Например, здесь кровь пошла, ты берешь омовение, а там кровь пошла, ты не берешь омовение. То есть, тебе надо разобраться, как я говорю, например, ученые ханафийского масхаба сказали о том, что более строгие это ханафийский масхаб, не надо перепрыгивать. Вот мы же про полосы сказали, не надо постоянно на вторую полосу. Ты едешь по первой, езжай по первой. Это более безопасно для тебя. Езжай по первой. Изучай то, что в одном масхабе, изучи до конца. То есть, ты что изучаешь в масхабе? Хадисы пророка, аяты Корана, согласно этому масхабу. Возьми, изучи сначала это, потом то, даже одной твоей жизни не хватит изучить масхаб до конца. То есть, одной твоей жизни не хватит, чтобы изучить все хадисы пророка. Не хватит. Поэтому, когда ты перепрыгиваешь с одного масхаба на другой масхаб, это должно быть в таких крайних случаях. Например, мы знаем о том, что ханафит, если коснется случайно девушки, омовение не портится, а по шафии портится. Однако, как быть шафииту в хадже или на умре, это невозможно избежать. Случайно может коснуться. Тавав, не в тавав, да и так далее. Случайно может коснуться. И что делают шафииты? Берут мнение. Переходят на ханафитскую масхабу. Да, вот и все. Нет проблем. Милость же. Вот она милость. Но, я 15 лет ханафит, я придерживаюсь ханафитского масхаба, каждый раз, когда у меня кровь идет, я беру омовение, а сегодня у меня сейчас пошла кровь, и я говорю, Багауддин, брат мой, я сегодня шафиит сейчас. Так не пойдет. Вот люди думают, что когда человек следует определенному масхабу, одному, ханафитскому или шафиитскому, то это ханафит. То есть, как бы он отвергает другие масхабы и следует только ханафитскому масхабу. Но здесь, здесь нет отвержения. Вот, допустим, вот мы находимся в исламском заведении, да, на данный момент. Здесь есть несколько учителей. Несколько учителей, например, по Корану. И ты обучался у всех четырех. Но тебе близок кто-то из них очень сильный. То есть, его методология преподавания тебе близка и ты выбираешь его. У нас часто так происходит. Я отправляю, да, студентов учиться там и когда. И они, учителей же много, и они говорят, вот, его мнение мне больше похоже. они все правильные. Более любимые для него это. Но он не отвергает других. Он ни в коем случае не отвергает. Он говорит, что они являются обладателями знаний, они передают знания. Но вот его подход больше всего подходит мне. Его подход более близок к мне. Поэтому, когда мы говорим, следуй за одним масхабом, имеется в виду, что разберись хотя бы в нем. Не надо перескакивать. Потому что вопросов фикха очень много. И если ты будешь перескакивать с одного на другое, с одного на другое, придет время, когда у тебя какая-то ситуация будет, и ты будешь думать, так, это по Ханафи было или по Малихи было? В наше время, вообще в нашей местности, там в России и так далее, вообще два масхаба. Это Ханафийский и Шафийский. Большинство. Большинство. Это Малихи, это Африка. Там распространено, да, и так далее. То есть, не надо ли есть Малихиевский масхаб? Это как на одном из уроков. Сидят там 20-30 человек. Я говорю, все же ханафиты, да, мы же по ханафитскому масхабу изучаем там и так далее. Мы говорим, Хазрат, я ханболит. Откуда ты вышел ханболитом? Это неплохо. Но, чтобы быть ханболитом, ты должен находиться в той местности, где ханболиты. Там должны быть ученые ханболиты, от которых ты должен брать знания фикха, и так далее. А здесь ты от кого можешь брать это? Мы еле-еле свой масхаб не можем довести до конца. А человек там разобраться до конца, да. А ты ханболитом стал, с каких ханболитом? А потому что там в Саудовской Аравии ханболиты. Я считаю, что в Саудовской Аравии там прям ангелы, все ангелы. Поэтому там же ханболитский масхаб, это, наверное, самое правильное. Видите, мышление совсем другое у человека. там брат пишет, я считаю, что у нас святые люди. У него мышление, что мы здесь так себе мусульмане, а там святые мусульмане. Понимаете? Ну, абсолютно неправильно. То есть мы можем ошибаться, то есть наши слова могут быть там ошибки, а у них нет. У них нет. У них нет. Поэтому те люди, которые там ученые оттуда обещают, что у них нет проблем. Они же святые, они на этих местах. Они не могут ошибаться, да, и так далее. То есть неправильное, да, мышление. Поэтому, поэтому, исходя из этого вопроса, отвержения нет. Я придерживаюсь, придерживаюсь ханафистского масхава. Я люблю и уважаю других ученых. Очень сильно их люблю. Но я считаю, что мне более близок ханафистский масхав. Я взял мнение этого ученого, и я иду. И так же может сказать любой другой человек из другого масхава. То есть, вот мы говорим масхав, масхав. То есть мы больше имеем в виду, что мне более близко понимание Корана и Сунны через призму умышления имама обухани. Понимание. Понимание Корана и Сунны. А другой придет и скажет, мне больше не за кем общать. Нет проблем. Нет разногласий, брат мой. Все. Например, мы говорим о том, что вот, например, поднимается вопрос относительно, например, человек на джума пришел в мечеть. Что сказал пророк алейхи саляту вассалям? Пророк алейхи саляту вассалям сказал, когда вы заходите в мечеть, не поговорив и не сев на место, вы должны совершить два раката. Есть такое? Есть такое. Все. Это же повеление. Шафиты взяли это. И остальные тоже взяли это. Однако у ханафитов есть чуть-чуть момент такой, что когда ты заходишь в мечеть и уже началась хутба, а хутбу слушать является фардом. Потому что хутба джума намаз меняется из 4 раката на 2 раката. 2 раката это джума, 2 раката это хутба. И слушать хутбу для ханафита является фардом. То есть приоритетнее фарда? Приоритет фарда ставится выше сунны. Однако что сказал имам Шафи, он берет этот хадис, что сказал? Надо совершать. Два легких раката надо совершить. Пророк же сказал, не садись. Нет проблем. Но я беру мнение имама Абуханиба, потому что мне более близко это, что более близко мне, что надо слушать имама на мембаре. А они взяли это мнение, что нет, я все равно два легких раката совершу. Нет проблем. Хочешь так делай, хочешь так делай. Однако если ты придерживаешься призму, размышления через призму имама Абуханифы, надо, наверное, вот так вот поступать. Почему? Потому что он доказал, что два ракаата, фарда, зухра, ушли куда? На худбу. И я стал, мое мышление так работает. Я считаю, что худба выше, чем сунна. Слушать худбу. Выше, чем эти два ракаата. Вот и все. То есть ученые нам помогают понять, в каком случае можно, в каком случае не надо и так далее. Но это все второстепенно. В основном все второстепенно. Худба разве отменилась, что ли? Худба у всех худба, правильно? Вот. Поэтому они нам помогают систематизировать. Например, еще один пример. Относительно хадис про лук, чеснок и так далее. Съел двух чеснок, что говорит пророк? Не приближайтесь. Не ходите в мечеть. Амр есть, повеление есть? Есть. Однако я задаю вопрос. Вот смотрите, как без мазхаба, без мазхаба, как можно понять этот хадис? Все, надо оставаться дома. Что сказал пророк? Не ходите. Однако, беря мнение ученого, мы понимаем из этого хадиса, что он несет в себе рекомендуемый характер. Если ты съел, брат мой, лучше тебя остаться дома. Нежелательно. Нежелательный характер несет. Если я съем лук или чеснок, и пойду в мечеть намаз совершил, мой намаз что, недействительный? Как получается, что ли? Этот пример я привел к тому, что вот к чему без мазхабничество может привести. Что один брат другому говорит, встречаются они? Ты что, лук что ли съел? Иди домой. Брат, ну я хочу в мечеть пойти. Нет, ты что, не видел хадис пророка? Не хотите в мечеть? Все, иди домой. Нет, брат, я хочу пойти. Но он ему не объясняет, что это несет рекомендательный характер. Нежелательно, брат мой, лучше тебе не пойти. А он ему говорит, что он у нас недействительным будет. Ты что делаешь? Вот буквализм к чему приводит. К чему приводит то, что этот человек не является ученым, и вот такое разъяснение шарф делает на хадис, этот брат уйдет домой. Хотя, он мог бы этому брату сказать, что он несет нежелательный характер. Ты пойдешь брать мечей, и замков и своего рта будет отвлекать других людей. И ты станешь причиной того, что другой человек потеряет концентрацию на магии. Давай лучше ты домой пойдешь. А, я понял, это уже с этой точки зрения. А не потому, что теперь каждый раз, когда он ест лук и чеснок, а если он еще обожает это делать, он же в мечеть не ходит. Потому что, как где-то ему один брат сказал, твой намаг недействительный. И после такого уже не захочется после мечети. Да. То есть, вот к чему безмасхабничество приводит. Поэтому мы должны прибегать к мнениям этих ученых, которые общепризнаны, за которыми следовали очень великие люди. Белях Султана Мехмеда Фатиха, который попал под хадис пророка, как прекрасен Амир и его войско, которое завоюет Константином. Пророк Анюк сказал, ученые сказали, что он попал под этот хадис. Он был ханафитом. Санахуддин аля юби и так далее, имам Навави, имам Мухари и так далее. Сегодня человек уходит и говорит, я не буду. Ну, пожалуйста, ни путь не будет, тебя же никто не заставляет, но знай, что ты, брат мой, сестра моя, в заблуждении находишься. Я открыто об этом говорю. Я, как один брат сказал, Хазраль, в последнее время я боюсь очень за вас. Я говорю, Субханава, ну, значит, шахидом пойдем. Что делать? Я что, должен скрывать, что ли это? Вот когда люди, например, там, довод просят, да, и так далее. Довод дается на шариатский хокум. Я, например, говорю, там вышел, ауду беля, я говорю, намазов шесть, не пять, а шесть. Откуда ты взял это? Довод давай сюда. То есть, я должен давать довод. А когда я говорю о том, что имам Шафии в тринадцать лет выдавал фетву, я довод не должен давать. Это не шариатское постановление, это мнение ученых, что он в тринадцать лет уже давал фетву. Это просто передача, риваят. То же самое касается имама Аль-Бухари, что кто-то сказал, что он следовал Шафийскую масхабу, кто-то сказал Ханафийскую масхабу. Я, братья мои, здесь довод не должен вам давать. Это не шариатский хук. И это все вытекает из незнания. Просто из незнания. Поэтому прошу Всевышнего Аллаха чтобы мы придерживались этой цепочки.